Приветствую доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже шестая серия второго сезона Пираты Черной Лагуны. Эпизод восемнадцатый. Удача господина Бенни. Удача господина Бенни. И что теперь? Выше некуда. У тебя есть план? Я думаю. Понятно. Давай, думай, думай. Давайте, девочки. А вот и подеремся. И сейчас. Идет к тебе. Ну, а она не попала, стопроцентно. Попала? Не знаю. Осторожнее. Ага. Советую не вылезать. И не попала. Попалась ты, попала. Держись. Думала, голову тебе сниму. Я слышала, это вредная монашка. Вот, сука. Давай, Сая. О, больная. Это с ножами только отвлекает. Вот настоящая угроза. Иди скорее. Само собой, здесь ничего не добьешься. Пока. Черт. Держись. Ага. Попали. Военная хитрость удалась, дорогая монашка-заложница. Сунзи. Теперь слушай сюда, дура. Считай до десяти, бросай пушку. Нехорошо убивать монашек, можно и в ад попасть. Рэви не боись, стреляй в нее. Хорошо играешь, монашка. Ее там нет. Тогда... Эй, 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 минуточку. Подожди. Хочу одну вещь сказать. Я не дура. Тянуть время не надо. Ты же попадешь в ад, если меня убьешь. То и неверующая, то и религия меня не волнует. Пока, монашка. Помянем. Дура. Рано мне еще в ад отправляться. Оглянись. Бежать, прыгать в воду. Едут, едут назад домой. Скоро увидим их. Ну, что-нибудь видишь? Пока нет. Ох, он будет. Буду в гроте и городские огни. Ох, он будет недоволен. А вот, черт. Так тебя розэдок. Что там, дач? Наруанапур сбросили атомную бомбу? Да получше. Это было бы гораздо лучше, блин. В таком случае я бы не один пострадал. Ау, точно. Какие-то кретины устроили пожар в моем доке. Облом. Жесточайший облом. Не прикиньте, а, как... Неприятно. Давай. Попал? Попал. Попала. А, или не попала. Или ты ее кровь. Больно, блин. Это монашка, чертова. Ты облажала то, что я сзади подобралась. Извини. В меня попали. Прости. Сучка. Если бы я ее не отвлекла, то не смогла бы в нее стрелять. Ладно, не важно. Что наверху? Лестницы нет. Это странно ее срезало. Черт, вольно. Что происходит? Нафига здесь фейерверк из Валентии устроили. Факел. Я не приказывал все сжать. Я приказывал поймать шейн. Он тебя сейчас сажет. Огонь такой сильный, что я не могу туда подняться. И так спокойно об этом говорим. Ну, уже. Иди сюда. Прямо сюда. Блин, хреново. Она чему-то очень рада. Очень хреново. Отлично бы я разрезала бы вас на часть. И все. Это всегда хорошо выходит. Но сегодня я вас не убью. Большое спасибо. Что будешь делать? Она что-то порвнует. Может быть, отрежу пару рук и ног. Я чистящик почищаю за людьми. Слушай. Но не сегодня. Сегодня я пойду дальше. Сегодня я впереди. Начнем. Сделай что-нибудь. Как? Ничего. Мое горло перерезано. Но я еще жива. Типичный монолог злодея. Сейчас фигня какая-то случится, да? Конечно! Конечно! Тянули время, пока что-то не случилось. огонь добрался до бочек с бензином в доке. Черт! Она улыбается. Она сейчас опять начнет страшно бормотать и порежет нас на части. Сделай что-нибудь! Не сходи с ума! Чего? В чем дело? Аккуратно, сука! А-а-а! Видимо, она не в кайфе. Рок, ты жив? Что случилось с этой женщиной? Ну, вот она. Я не совсем поняла, что ты сделал. Ничего такого не помню. Она уронила свою голосовую машинку и вдруг повела себя так. А, она из этих. У нее проблемы с эмоцией. Я таких встречала. Беда. Это женщина-призрак. Вот что бывает, когда занимаешься не своим делом. Брави, рука. А, это. Ничего. Неглубокая. Эй. Эй-эй-эй. Дом рушится. Облом. Док разваливается из-за пожара. Брави, других не видно? Не знаю. Но если мы полезем в драку, они нас поддержат. Обычно так. Бене, полный вперед, разворачивай на 180 на пирте. Хорошо, полный вперед я умею. полный вперед, идем на таран. Ой, тупою. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ту оставите? Ну, да похер. Ой-ой-ой. Что происходит? Держаться. Я пришел забрать ваши жизни. У меня есть свои причины охотиться. О, боже. Меня зовут волшебник. Вот он волшебник. Слушай, иди нахер, а, сейчас. Я не держу на вас зла, но... это было круто. Да закрой роту, у нас тут проблема. Пафосный монолог и прямо прервал. Это круто было. Это было реально сильно. Вот это было сильно. Это залписти, у нас тут. Черт. Катер. Вовремя. Отлично. Уже рядом. На причат. Это они. Вперед. Стоять. Стоять. Давайте, давайте, давайте на прорыв. Быстрее, быстрее. Лодку. Все в лодку. И... Есть контакт, дач. Полный ход, Бенни. Валим, 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 валим. Стоять. Они что, успели перепрыгнуть? Кто-то запрыгнул наоборот. Рок, тащи депку внутрь. Сюда. Да, волшебнику реально не повезло. А, он жив. О, ты тоже живой? О, и она жива. Везучий. Да. Ты видела? Почти все. Я хорошо выглядел. Нет. Как самый большой дурак. Не надо такую показуху делать. Вот именно. Я не держу на вас зла. Что с тобой? Ох. Кажется, станцевать сейчас не смогу. В следующий раз надевай бронежилет. Очень полезно. На всякий случай. Да. Главное оружие нападение. Да и с такой раной следующего раза не будет. О, как. Я отведу тебя к доктору. Ритвик. Не могу позволить девушке умереть здесь. Повезло ей сейчас с таким пафосным. Лучше не быть киллером. Тебя с удовольствием приняли бы в борделе. Ты такой хороший. Ты жигалая, да? Я слишком стеснительный. Да, конечно. Если она жива, давай возьмем ее с собой. Ты же везучая. Лобус! Где этот чертов Лобус? Звали меня? Где Рассел? Почему он еще не вернулся? Он пока не может, у него проблемы. Мерзавец! Ты понимаешь, как сильно мое имя вываливают в грязи перед доном Джеролама? Я понимаю ваши чувства, Мерзавец! Если ты хоть немного соображаешь, вызывай бойцов с родины! Но ведь начнется война с русскими и китайцами на этом острове. Ох, вам это не надо! А ты хорошо! Дай мне телефон! Международный! Подождите минуточку! Он дебил. Ох, Мочилова идет! Тут есть люк. Я спускаюсь вниз, а вы прикрываете. Фу, вы, вы! Черт! Я возвращаюсь к штурвалу! Нас слишком мало, дач! Устроим родео! Даже Тавхидаман испугается этого быка! Это хороша дача! Предупреди, когда соберешься задать жару! Интересно, а что они там собираются? Прости, что тащил тебя. Ну да! Из-за тебя я головой стукнулась! Ну, скажи спасибо! Пока, дача! Она наш гость! Добро пожаловать на лагуну! Меня зовут Бенни! Я Джаред Баи! Можно Джейн? Сейчас у нас на борту несколько непрошенных гостей еще. Так что, прошу ко мне в каюту. Тут безопаснее. И, пожалуйста, не трогайте мое оборудование. Даже пальцем. Сейчас будет сильно швырять. Готовы? Постой! Это, держись! Зачем это? Затем? Ну, выпускай на арену быка! Ну, как это? Весело! Иди ты! Иди ты! Вот почему я вообще вам все это ввязалась? Почему я вообще все это придумала? Идите вы к черту! Умри! Один вопрос. Здесь всегда так вводят? Да. Просто совпадение. Я на секунду решила, что вы так убиваете своих клиентов. Мерзавцы! Не нарывайтесь, банда придурка! Мочи! Давай, да! Патроны закончились. Расслабилась, Рэви! Патроны закончились! Если я от тебя сделаю, получу свою долю! Рэви, держи! Понравилось, Родео? Да, отлично! Иди ты! Я больше никогда на такое не подпишусь! Рэви! О-о! Надо разобраться с этим! Огненный маньячелло! Еще один в машинном отделении! Это плохо! Хорошо! В машинном отделении это плохо! Что это за место? Джейн! Где ты? Когда будем на месте? Через 8 часов! Хорошо! Времени много! Эй, японец! Достань мой ноутбук из сумки! У тебя не было сумки! Как это не было? Ты что, дурак? Что это значит? Чтоб я знал! За своими вещами сама смотри! Ты не понял, да? Понял что? Эй, полегче там! Электронику попортите! Я ничего не могу сделать без своих вещей! Если у меня не будет компьютера или интернета! Компьютер! А вот лодку попрошу! По всему, Рабхайду, куда прахать дорогих шлюп! Ох, дача, что с тобой сделает! Ох, дача, гомбой! Тебе ясно, почему они тебе жеребцов за мной! Может, спросишь у бога, не надо ли бояться, что тебе кое-что отстрелят? Ох, дача, ему башку оторвёт за лодку! Из-за пламени мне ничего не видно! Это проблема! Устроишь еще Родел? Для такого же треска он очень быстрый! Ммм! Когда справлюсь с ним, скажу! Ладно, это не сложно! А твои шансы? Зависит от твоих действий! Я пошла! Не лезь, сучка! Ты меня достава! Да, ну где сейчас? А мне ты что-то как-то! Вали с корабля! А, как же! Заткнись! Да блин, хватит! Хватит дырявить! Они в сети. Осталось лишь собрать наработки со всего мира и сделать их. Но собравши данные погибли, и я не могу достать их. Шифр автоматически меняется каждый день. С меня хватит! Нам заплатила церковь насилие, так что все нормально. Но проблема в эти. Когда она узнает, что у тебя нет оттисков, она тебя так распнёт, что Иисус позавидует. Это шутка? Ранапур такое место, где все жестокие шутки правда. Это да. Точно. Тогда позвольте мне воспользоваться вашими машинами. Нет. Почему? Бен! Не позволю ни в коем случае. Лучше выпью пинту испорченного пива, чем позволю кому-то копаться в моей технике. Бенни! Но мне их использовать можно. Мне любопытно, чем занимался твой коллега. Не разочаруй меня. Если это круче, чем у школьников, с меня причитается. Ну, короче, она, по-моему, под диктовку сейчас всё сделает. Да, с такой девочкой, как ты, играть очень интересно. Но я уже немного устал. Огненный педофил какой-то. Давай-давай. Рэви. Моей жене. Блин, ну ничего, и каннибал. Выкидывай этого больного. Выкидывай. Есть. Вперёд, человек-ракета. Есть. Я поняла. Этот катер пытается меня убить. Это правда совпадение. Ясно. Дай мне хотя бы увидеть мои данные перед смертью. Это не AFSR. И не коды обмена. Чувство, это призрачный объект. Можно попробовать использовать переполненные буфера и быстро взять управление. Но это не спортивно. Да какая разница? Не спеши. Я действую сразу шестью способами против призрака. Если на экране сейчас знаки изменятся, скоро всё скачаем. Судя по звуку, подруга сделала жирного. Ты остался один, колбой. Будешь сопротивляться? Я отстрелю тебе башку и выброшу в океан. Понял, понял. Чёрт, это становится не смешно. Как мне вернуться к боссу? Это не нужно. Клобус сам справится. Он хорошо знает, как здесь дела делаются. Этот ублюдок Клобус? Позаботится о мистере Элвисе? Да разве он... Что? Постой. Я тебя раньше где-то видел. Во Флориде. А, нет, точно. Дёрди Сити. Вашингтон. Округ Колумбия. И что? Я тебя не знаю. Я из Алабамы. Я никогда не была в округе Колумбия. Значит, я встретил очень похожие на тебя. В этих очках и одежде тебя никак не узнать. Когда же это было? Когда Дон Джерлама был в округе Колумбия. Точно тогда. Эй, остановись-ка. Ты уже сам запутался. Я вспомнил. Тот тупой сенатор Джек Боннер. Есть. Это точно был призрак. Твой программист талантливый, но невнимательный. Я крут, как Кевин Митник. Да, я великий. Ну вот, я выиграл пари. Где приз? Бенни. Ты, ты такой милый и сексуальный. Короче, она сапиосексуалка. Те, кто кайфует от умственных способностей. Эта женщина была на синем платье. Она пришла на встречу с сенатором с несколькими людьми. Во французский ресторан Фонтенбло. Точно, Фонтенбло. Но как ты связана с сенатором? Тогда она и ее руководство говорили про страны Восточной Азии, которые противостояли торговым договорам стран Северной Америки. И как с ними поступить? Неужели ты... Ты ошибся. Это была другая женщина. Я всего лишь чертова монашка церкви насилия. Но я скажу тебе правду. Я не родилась в Алабаме. Я из Ленгли, штат Вирджиния. Ты из ЦРУ? Как-то ты долго... Да. Отправила его в АРК. Мы почти приплыли. Можно расслабиться. Ага. Бог в небесах. С миром все в порядке. Да. Опа-на. Оооо. Да. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Нет. Меня последняя информация просто немножечко подкосила. Ну, ладно. По порядку. Вообще, первое, что хочется отметить, эта серия прямо частично, так сказать, посвящена Злодейским монологом Злодейским монологом, который вот Типичное клише во время боевиков Когда все, когда есть уже Все уже, злодей победит и он Да, закатил монолог Бла-бла-бла, я буду крутым чуваком Повелительным сердец и так далее Вся фигня И тут что-то происходит Либо случайно, либо герой И все, господи, миллиард раз видели этот момент Это был первый момент Это был первый случай в этой серии Когда это чувиха с бензопилой такая Я люблю, я сего, я чистильщик Бла-бла-бла-бла Такой хрен он рассказывает все это Такой хрен он все это рассказывает Кто-нибудь не может объяснить Алло, перед ней цель Она на гнилом Она на гнилом этом стоит На гнилой крыше стоит Горит здание Че она закручивает монолог? Кто мне может объяснить? Ладно, хорошо Этот волшебник, которым на противоположной Стоит крыша Люди падают Люди падают Алло, там дом разрушается Там док рушится На кой хрен он им монолог закручивает? Скажите мне Как попугай, представляешь Загнал меня в угол А заткнуться не может Господи, ладно еще Рэви умудрилась во время падения Его подстрелить Вот что происходит Когда много пафосно базаришь Я не питаю к вам Ненависти И вся херня На кой хрен это надо было? Но круто Отдельный Хочется отметить Отдельный бой На катере Красиво Красиво Элегантно Мощно Но Честно вам признаюсь С точки зрения Волнения Пока что Тут ни один бой Скажем так Ни один бой Здесь не превзошел Бой в подводной лодке Который был в первом сезоне Против нациков Вот это было правда Очень круто Представляете Это же опасно Представляете В подводной лодке Перестрелка Которая Это Которая затонула Фиг знает сколько лет назад Эда Мы узнали про Эду Ой как очень много интересного Эда оказывается У нас не простая монашка Сбежавшая от жизни Которая решила По другому все делать Ты из ЦРУ? Ну видимо в отставке Видимо у меня такое ощущение Мне так как кажется Ее слили Ее слили И она подалась туда Куда Подаются все Разбитые души Но в отличие от Рэви У нее спецподготовка Но у Рэви Не сказать что она ей уступает Они вместе очень грамотно работают Они чувствуют друг друга Да Джейм Банкунота Выясняется Сапиосексуалка Сапиосексуализм Это когда У партнера У партнера Когда у партнера большой ум Большой разум Вот когда женщина Или мужчина Кайфуют Куда-то От умственных способностей Своего партнера Своего собеседника Она там прямо перед Бенни Именно Растаяла Бенни Везуха Уважуха Бенни тоже молодец По факту Теперь у них есть Возможность Печатать Фальшивое бабло По полной программе Классный доход Между прочим Если она еще и Хорошие Сделает То базара нет Но у меня такое ощущение Что и правда сделала Много слишком людей погибло Чтобы она Какого-то Фуфло Блин им продала Слишком много людей Погибло Ради этого Будем надеяться Что ее банкноты На что-то сгодятся Что ж это была Шестая серия Второго сезона Пираты черной лагуны Классная серия Мне понравилась Ну как всегда Экшен на высоте Как всегда Раскрытие Эмоции Раскрытие Личности Здесь тоже очень классно Тут было Кстати Вот то что тут Были монологи И так далее Тут было Вот прямо видно Что это было высмеивание Я ему в подметке не гожу И все одно и то же Мол спит это моя песня И быть ему лучше Лидом мира и вселенной И так далее Но это знаете Какое было высмеивание Не переборщили с высмеиванием А вот Чтобы выглядело Типа серьезно Но поржали Все таки над этим Все таки поржали Было круто Что ж Увидимся на седьмой серии Удачи Субтитры сделал DimaTorzok